Дорогой Рубин Коберович, я знаю, что в августе исполняется вам 70 лет, у вас замечательный юбилей. Я сердечно поздравляю вас с этим юбилеем и желаю вам самого-самого плодотворного труда, самой счастливой жизни. Я не могу забыть наших встреч, когда вы исполняли мое сочинение в частности и много других сочинений. Я не могу быть неблагодарной за вашу деятельность, за ваше творчество, за ваше счастливое участие в музыкальной жизни, за вашу замечательную деятельность, как директор консерватории, тоже очень важная вещь в жизни, такое руководство молодежью. Я вас поздравляю сердечно и желаю вам бесконечного счастья. Дорогой Рубин Коберович, в этом прекрасном зале нам хочется вам сказать, этот зал связан с вами очень во многом. Мы первый раз с вами увиделись, когда вы за этим прекрасным органом, уникальным инструментом демонстрировали свое выдающееся искусство. Вы удивительный человек, Рубин Коберович, у вас сочетаются потрясающие свойства. С одной стороны, вы артист, необыкновенно сильный, яркий артист. С другой стороны, вы очень интересный человек, вы красивый мужчина. Я всегда, глядя на вас, думаю о том, что я милая барышня. Вы всегда отмечаете этот момент, вы делаете комплименты, и в этом ваше особое свойство удивительного человека. А с другой стороны, с третьей, вы удивительный менеджер, организатор. Сколько прошло проектов под вашей рукой на нашей сцене, когда приезжали музыканты Казанской консерватории, музыканты Татарстана, выдающиеся артисты страны. С другой стороны, когда вы принимали наш хор в Казани, как вы были радушны, какой был теплый прием, как это было жизнерадостно, как это было жизнеутверждающе. И наш хор вспоминает эти гастроли с необыкновенным восторгом в прекрасном городе Казани. И у нас сложился целый мост Петербург-Казань. Я хочу пожелать нам совместных максимально ярких проектов. Я хочу, чтобы было как можно дольше музыка, искусство между нашими городами, между нашими залами, между нашими душами. Я хочу, чтобы он был здоров и оставался таким же, какой он есть. Чтобы он был всегда с нами и мы с ним, чтобы коллектив наш сплоченный был вместе. Единственное, что я хочу пожелать Рубинка Берычу, это, конечно, чтобы вот этот источник его энергии, вот этой какой-то любви и к людям, и к музыке, и в особенности к консерватории, в том числе и к школе, чтобы он не просто не иссякал, чтобы он пополнялся. И самое главное, чтобы Рубинка Берыч не просто чувствовал, что его уважают, что его любят, ценят. Чтобы он ежедневно чувствовал вот эту поддержку и коллег, и учеников. И чтобы это его вдохновляло только на новые какие-то творческие проекты, на новые программы концертные. И, конечно, крепчайшего здоровья. Говорю спасибо Рубинка Берычу за то, что он дал мне возможность сообщить свои идеи студентам Казанской консерватории. Я говорю Рубинка Берычу спасибо за то, что он есть на должности ректора. И в этой должности успешно работает столько времени. Ведь я имею счастье приводить его в качестве примера очень многим, очень много где. Я говорю Рубинка Берычу спасибо за его мудрость, за то, что Рубинка Берыч многому научил меня правильно понимать ситуацию, хорошо и позитивно относиться ко многим даже неоднозначным в позитивном смысле вопросам. Я говорю Рубинка Берычу спасибо за доброту, за юмор, за неиссякаемый позитив, за замечательную волю и веру к жизни. Я говорю Рубинка Берычу спасибо за все то человеческое, все то теплое, что я получаю от него. И желаю Рубинка Берычу крепкого здоровья, выражаю надежду на то, что наша с ним дружба и взаимное сотрудничество продолжатся на долгие годы вперед. Главное, что сегодня нужно пожелать Казанской консерватории выжить и сохранить все то позитивное, чем мы, люди, которые не учились в Казанской консерватории, искренне гордимся. А я думаю, что люди, которые учились в Казанской консерватории, имеют возможность и поводы гордиться еще больше, чем мы. Насколько это было необычное место консерватории. И какое это место для меня имело. Это был мой дом. Я родителям, когда уезжал из Черновидца, говорил, я поехал домой. Там был мой дом, там были мои крылья, там было все мое. И, конечно, теперь представьте себе, 40 лет спустя вдруг Рубинка говорит, так ты приезжаешь к нам, мы делаем фестиваль твоей музыки. Это было непонятно, то есть это было настолько овервелминг, так сказать, что ненормально. Да, поселил меня в консерватории, я сидел, слушал каждое утро, как тубисты раздуваются, играют под дверями музыку. И вообще было... Я вернулся назад домой, это было совершенно ненормально. А я по этому Рубину, ну невозможно сказать, но по гроб жизнью благодарен. Такой он... Кроме того, я хочу сказать, что я услышал его через столько лет. Я услышал его как музыканта. Это еще более меня поразило. Он совершенно необычный, необыкновенный, сказочный музыкант, уровень музыканта. За все 37 лет нашего знакомства я очень много от него получила, как от человека. Я всегда с большой радостью вспоминаю все наши встречи и общения. Чтобы чувство юмора никогда его не покидало. Чтобы никогда не покидало богатырское здоровье. И чтобы он продолжал свою деятельность так долго, насколько Аллах даст. Чтобы продолжал. Чтобы продолжал так же и дальше совершенно беззаветно служить органу и органному искусству. Во всех областях. И строительством, и игрой, и тем, что он сидит на конкурсах, и в жюри, и то, что как ректор тоже он все это держит. Потому что это... Я вообще не понимаю, как ему это все удается. Честно говоря. Так что Рубин продолжает. Никаких на конкурсах, ничего подобного. Что он есть. Что он есть. И что он светится. И что я действительно всегда жду и стараюсь ему делать концерты, чтобы он приезжал. И чтобы он был здоров. И чтобы он следил за своим здоровьем. Чтобы это не казалось 70 лет, а как минимум 50 лет. Чтобы у него была такая перспектива, ну, еще на 30 лет вперед. У нас очень все совпадает. Во-первых, у нас одинаковое воспитание. Что у нас было большое чувство обязанностей перед искусством. Перед родителями, которые нам предоставляли вот эту возможность учиться. Мы даже не думали, вот мы учимся, и что мы потом получим. У нас совершенно было такое ощущение, что мы учимся, как для Бога искусств. А нам всем пожелать, могу как репризу сказать, пожелать того, чтобы мы бренд, татарстанский бренд первого органиста, мы поддерживали, сохраняли. В этом смысле сам человек уже себе не принадлежит. Это что-то как бы отдельное от него. Вот. И чтобы он сам этот бренд поддерживал. Нахожу повод для восхищения, для гордости, для любви. И сейчас уже приходит понимание того объема колоссального, который он сделал в отношении меня, мамы, близких людей. Ну, я в этом отношении рад удивляться и рад восхищаться всегда. Всей души от горячего сердца хочется поздравить и пожелать долгих лет жизни, чтобы было много радостей, много творческих, вдохновенных моментов, успеха. Не только своего, но и своего близкого окружения, своих преданных друзей. Чтобы все были успешными, чтобы все были здоровыми. И, конечно же, все члены его семьи, чтобы были счастливы. Татарстан и Казань для него — это родина. Это место, где он учился с детских лет. Это и спецшкола, это и консерватория, и дальше работа в консерватории. И вот уже создание собственного как бы такого плата консерваторского. Конечно же, долгих лет творчества, жизни. Я мечтала о том, чтобы когда-нибудь я стану музыкантом профессиональным. И когда-нибудь я буду работать в консерватории. И вот сколько лет прошло, и эта мечта сбылась. И благодаря также вот таким людям и деятелям, и сподвижникам, как Рубин Кайберча Абдулин, который умеет вовремя протянуть руку дружбы, сотрудничества, который может вовремя сказать «Ай-яй-яй, надо дальше развиваться». Или может сказать, что вот сюда не надо, это лишнее. Вот сконцентрируйтесь на этом. Рубин Кайберч Абдулин, 70-летие которого мы будем отмечать в августе 2020 года, несомненно, выдающаяся личность, к которой я отношусь не просто так. Для меня личность Рубина – это личность человека, который продолжил дело отца. И у меня пристрастное отношение к Рубин Кайберчу, потому что Назим Гаяж создал консерваторию и был ее ректором 43 года. Было очень важно, кто придет вместо него, кто сможет подхватить знамя и насколько твердые руки будут это знамя держать над головой. Страшно подумать, но уже прошло 32 года, как Рубин ректор консерватории. И он хороший ректор. Он смог сохранить традиции, он смог удержать уровень, он смог его поднять дальше, и он смог сохранить консерваторию одним из ведущих музыкальных вузов, я уверен, не только России, но и всего мира. Поэтому в преддверии его юбилея очень хочется, чтобы он не сбавлял темпа, чтобы он продолжал работать и чтобы власть-предержащие понимали, что у них в активе не человек, который разминивает восьмой десяток, а активный творческий руководитель, который не просто функционер и организатор, он еще и исполнитель, блестящий музыкант, известный в стране и за рубежом. И чтобы они его поддерживали, и эта поддержка длилась ровно столько, сколько будет нужно музе, музыке, искусству. С днем рождения, Рубин Кальберг! Всего себе самого лучшего, сил и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова